триллиона рублей. Это довольно значительная величина, 88% от годового плана по дефициту, который составлял на 2023 год 2,9 триллиона. Произошло это потому, что за первые два месяца расходы бюджета выросли на 51% в соответствии с двумя первыми месяцами 2022 года, а доходы, наоборот, упали на 24%. И ситуация эта является в некотором роде уникальной. Трудно себе было представить такое состояние государственных финансов 3-5 лет назад, когда Минфин славился своей монетарной дисциплиной, его за это критиковали. Считалось, что он уделяет этому вопросу слишком много внимания и просто кладет на алтарь макроэкономической стабильности и экономический рост, но сегодня Минфин сам активно прибегает к очень мягкой бюджетной политике, активно обращаясь к заимствованиям к бюджетному дефициту. В первую очередь, надо рассмотреть это явление с двух сторон, с позиции доходов государственного бюджета и их расходов, ну и в дальнейшем понять, как данное состояние государственных финансов повлияет на экономический рост и на жизнь каждого из нас. Ну, первое, на что нужно обратить внимание, это на доходы, и они существенно упали. По сути, за первые два месяца государственный бюджет получил менее триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это очень мало. В прошлом году за первые два месяца нефтегазовые доходы составили 1,8 триллиона рублей. Таких низких доходов, как сегодня, не было, пожалуй, последние пять лет. И, казалось бы, 22-й год должен был, наоборот, добавить оптимизма российскому государству и гражданам. Тогда нефтегазовые доходы были очень высокими. Почему? Потому что санкции антироссийские по газу и нефти еще не вошли в свое действие, а цены на энергоресурсы росли опережающими темпами, что позволило Российской Федерации получить максимальный объем экспортных доходов за последние годы. Они превысили все возможные показатели, и это давало основания нашей бюрократии кичиться своей административной эффективностью. Дескать, в условиях жестких санкций мы не только не пострадали, но еще и улучшили свои макроэкономические финансовые показатели. Но, на самом деле, дело идет лишь об отложенном эффекте санкций, который начинает себя проявлять. И, на самом деле, за 2023 год надеялись получить порядка 8,6 трлн нефтегазовых доходов в год, но, судя по динамике первых месяцев, не факт, что этой цифры удастся достичь. А ведь это очень значимый показатель для российского бюджета. На самом деле, нефтегазовые доходы, да вообще сырьевые доходы, возьмем их целиком, составляли более 50% дохода государственного бюджета, если мы берем это значение по всему кругу налоговых поступлений, не только по НДПИ и экспортной пошлине на нефтегаз, но и тем налогам, которые платят корпорации, связанные с экспортным ресурсом, кроме этих двух вышеуказанных налогов. Таким образом, более половины федерального бюджета зависит от экспорта сырья. Но сейчас черные металлы и нефть и нефтепродукты под санкциями, золото и древесина под санкциями, алюминий под санкциями Соединенных Штатов, на подходе санкции по алмазам, ну, газ по старым трубам Россия и вовсе сама отключила. То есть, из прежнего минерально-природно-сырьевого экспорта уцелело в огне санкций, по сути, только несколько позиций. Это удобрение, пшеница, медь, уран, ну, как-то маловато для удержания стабильности бюджета для страны, бюджет, который остается бюджетом сырьевой экономики. Изменилась структура покупателей российских ресурсов. Если раньше главным покупателем была Европа, то сегодня основными покупателями выступают, по сути, всего три страны. Это Индия, Китай, ну и отчасти Турция. В целом, Россия в основном переключилась на азиатский мир, поставляя туда свои основные экспортные товары. В итоге страны Азии в совокупности до СВО поставлялось порядка 1,2 миллиона баррелей нефти в день, то теперь это значение выросло вдвое, до где-то 2,5 миллионов баррелей в день. Где-то миллион приходится на Индию, и это значение постоянно растет. Китай чуть сократил закупки, где-то 0,9 миллиона баррелей в сутки, и еще где-то 500-600 тысяч баррелей ходят куда-то в Азию, неизвестно куда, определить это невозможно. Российская внешторговая статистика дает крайне скудные сведения и практически не публикуется. Можно что-то взять из данных наших основных торговых партнеров, но сначала надо знать, кто этими торговыми партнерами являются. Вообще, в целом, нефтегазовый рынок, нефтяной рынок, в первую очередь, является таким сегодня довольно теневым. Трудно определить направление и цены товаров, по которым их покупают наши основные контрагенты, но в целом есть общее представление о том, что азиатские покупатели приобретают российскую нефть значительным дисконтом, и возить ее туда дороже логистика съедает большую часть выручки предприятия, и таким образом, в конечном счете, падает прибыль от экспорта энергоресурсов. Таким образом, нельзя сказать, что азиатский мир легко и без последствий заменит для российских экспортеров европейский рынок. Интересный момент с торговлей России с Индией, ведь на самом деле Индия никогда не уходила в число ключевых торговых партнеров России. Но теперь Россия поставляет в Индию огромный объем нефти, как я сказал, более 1 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в начале 2022 года, то есть до начала СВО, эти показатели были значительно меньше, ну, примерно в 15-16 раз меньше нефти покупала Индия у России годом ранее. И сейчас Россия вышла на второе место в мире по поставкам нефти в Индию среди всех ее торговых партнеров. Кроме того, Индия активно покупает у России удобрения, уголь. Ну, и по данным Индии, индийской таможенной службы, не российской, Россия полноценных данных не предоставляет, Россия имеет колоссальный торговый дисбаланс в торговле с Индией. Российских корпораций поставляют Индии нефть и другие товары примерно на 4-5 миллиардов долларов в месяц, ну, а импортируют лишь на сотни миллионов. Возникает этот гигантский дисбаланс, который приводит к тому, что у России накапливается валюта в связи с превосходством экспорта над импортом. Какая валюта? Это тоже интересный вопрос, по которому нет единого мнения, но все больше возникает признаков того, что торговля ведется, ну, очевидно, не в долларах и не в евро, а ведется она в рупиях. И эти рупии, которые являются национальной валютой Индии, накапливаются у российских экспортеров, возникает вопрос, а куда их, собственно, деть? Как их конвертировать во что-то другое и таким образом, как превратить, скажем, доходы от продажи нефти в Индию, в российскую валюту, то есть как продать рупии, как с этих денег потом заплатить налоги, потому что российские налоговые службы не особенно беспокоятся над тем, смогли ли экспортеры продать свою валютную выручку или нет. А я напомню, что рупия, это вам ни доллара, ни евро, не так легко ее реализовать на рынке. В конечном счете на московской бирже рупия не торгуется, потому что Индия ограничивает обращение своей валюты за границей. Конечно, самой Индии продать назад ее рупии нельзя, где она возьмет столько рублей для того, чтобы обменять их на рупии. Ну, а рубли можно было бы взять, что-то продавая в Россию, но, как я сказал, товаров у Индии нет в таком количестве, такого качества и по такой цене, чтобы компенсировать встречные поставки нефти из России. И таким образом получается, что рупии остаются на счетах российских банков, ВТБ, Сбер, Газпромбанк открыли свои счета в индийских банках и оперируют с рупиями. Но, опять же, возникает вопрос о том, что потратить эту валюту практически невозможно, и таким образом можно сказать, что Россия с Индией торгует как бы в долг, потому что самым разумным решением здесь было бы вложить индийские рупии в индийскую же экономику, купить облигации государственных, выпускаемых правительством Индии на эти рупии. Ну и таким образом сложилась бы такая комичная ситуация, что Россия воспроизвела бы с Индией те центропериферические отношения, которые складывались с Россией, с Европой. Россия продавала за евро свой газ в европейские страны, а затем вкладывала полученную экспортную выручку в долговые бумаги европейских стран, европейских государств, которые, собственно, потом эти деньги и арестовали. Таким образом возникает проблема. Купить на эти нефти рупии нечего. Индия поставляет в Россию немножко фармацевтической продукции, машиностроения, продовольствия, но на сумму совершенно несоизмеримую с объемом товаров, закупаемых сегодня Индии из России. В первую очередь нефть, удобрений и других сырьевых ресурсов. И таким образом решить эту проблему практически невозможно в двусторонней торговле, если не выравнивать торговые потоки между странами. Если экспорт одной страны будет существенно превышать экспорт другой страны, то непременно понадобится какая-то универсальная валюта, которая выступит в роли мировой. Таким образом, дедоларизация, по пути которой идет сейчас российская экономика, должна сопровождаться переходом на какую-то другую универсальную валюту. Ну, как, например, в Советском Союзе имела место система взаимозачета, такой переводной рубль, который выступал единой валютой для учета внешторговых операций со странами Совета экономической взаимопомощи. Ну, теперь, видимо, такой валютой может стать юань. Однако здесь возникает проблема. Может ли юань полноценно заменить доллар в качестве резервной валюты? И это не очевидно, поскольку доллар играл роль резервной валюты, в первую очередь, в силу своей довольно высокой стабильности. В отличие от других валют, он не подвержен таким серьезным курсовым колебаниям. И, например, Соединенные Штаты искусственно не девальвируют свою валюту. Доллар в угоду, скажем, экспортерам. Доллар живет по другим закономерностям. Вот, скажем, китайский юань, наоборот, подвержен таким тенденциям. И если посмотреть на динамику курса юаня к доллару, то можно заметить довольно серьезные колебания, которые сильно ограничивают возможности прогнозирования и планирования тех компаний, которые используют юань в качестве своей внешнеторговой валюты. Сейчас я говорил о поставках нефти. Но что там на рынке нефтепродуктов? Тут, честно говоря, все еще хуже. Если нефть есть куда сбагрить в Индию, в Китай, и там найдется желающий ее приобрести, то вот нефтепродукты продать в Индию и Китай будет значительно сложнее. Поскольку эти страны и сами являются крупными производителями нефтепродуктов. Собственно, именно по этой причине они сегодня массово наращивают покупки российской нефти, чтобы потом перерабатывать ее в нефтепродукты, оставляя добавленную стоимость себе. Китай наращивает экспорт дизельного топлива вместо России, и делая ее из российской нефти, прибылью для российских, для китайских компаний, ну и отгрузка Китая в декабре уже достигла самого высокого уровня с 2016 года, отгрузка дизельного топлива, что, конечно, позволяет Китаю снабжать Европейский Союз этим энергетическим товаром в условиях санкций, наложенных на экспорт из России. При этом можно наблюдать, что в последнее время растет экспорт российских нефтепродуктов в страны Северной Африки. Но возникает вопрос, опять же, в какой валюте ведется эта торговля. Если в местных валютах, таких слабо конвертируемых или неконвертируемых, то как, собственно, потом обратить это в рублевые доходы российских корпораций, как они будут платить налоги, возвращаясь к проблеме российского бюджета, не получится ли так, что значительная часть российской нефти и нефтепродуктов будут уходить за границу просто так, с отдаленными перспективами, когда-нибудь потом в будущем обратить эти неконвертируемые валюты во что-то более рентабельное и ликвидное, что можно использовать для внешторговых платежей и для уплаты налогов внутри страны. Таким образом, по доходам российского бюджета нанесен достаточно серьезный удар, и если ситуация на мировых рынках не выправится, а они впрямую зависят от состояния военных действий на Украине, дефицит бюджета будет только усиливаться, учитывая, что расходы российского бюджета растут не подням, а по часам. За первые два месяца российский бюджет потратил 5,7 трлн рублей, это 19% годовой суммы расходов, запланированной Минфином на 2023 год. Еще раз отмечу, что сам рост расходов – это дело положительное, но только тогда, когда они соразмерны доходам. Мы же, еще раз подчеркну, видим, что расходы выросли на 51% в соответствии с сравнением с первыми двумя месяцами прошлого года, а вот доходы упали на 24%, таким образом расходы не покрываются доходами, и таким образом, чтобы выровнять ситуацию и свести ее к запланированному уровню дефицита бюджета, на ближайшие месяцы, ну, до конца года, начиная с марта, правительству придется тратить на полтриллиона меньше каждый месяц в сравнении со значениями прошлого года. То есть придется существенно урезать расходы, что трудно себе представить в условиях экономического кризиса, санкций и, конечно же, продолжения военных действий. На что же бюджет сегодня тратит такие огромные суммы? Ну, начну не с самого очевидного. На социальную политику приходится поддерживать семьи с детьми, пенсионеров в условиях падения доходов, иначе эта ситуация может привести к политическим конфликтам и к социальной нестабильности, что, конечно, сейчас не нужно российскому правящему классу. На поддержку семей с детьми в 2022 году было выделено более 1 триллиона рублей. Ну и где-то 400 миллиардов получили пенсионеры в виде 10-процентной внеочередной индексации пенсии. Это привело к тому, и об этом, собственно, недавно написал, кажется, РБК, что в целом за 2022 год существенно упало количество людей, находящихся за чертой бедности, до 15 миллионов человек или 10,5% населения. Как определяется уровень бедности? Он определяется по так называемой границе бедности, которая пересматривается каждый год, и за 2022 год она составила 13 545 рублей. Изначально берется продуктовая корзина 2020 года и затем индексируется на размер ежеквартальной инфляции. И таким образом можно сказать, что эти 10,5% бедных людей это самый низкий уровень за последние 30 лет, с самого начала 90-х. Ну, действительно, можно сказать, что эти материальные стимулы некоторым образом помогли бедной части населения пережить тяжелые времена, и формально теперь их потребление превышает 13,5 тысяч рублей. Но возникает вопрос, а насколько вообще реальна эта сумма в 13,5 тысяч, можно ли на нее прожить хоть как-нибудь, мне думается, это маловероятно. И, собственно, эти манипуляции со статистикой, создание искусственно заниженной черты бедности позволяют правительству довольно легко снижать этот уровень бедности и приводить его к тому ориентиру, к той цифре, которую озвучивал, кажется, Путин, к 30-му году они собираются сократить уровень бедности до 6,5% населения. Но если считать более здраво и, например, определить границу бедности по тому, какую часть своего дохода граждане тратят на продукты питания, и, например, заметить, что бедным считается человек, который тратит на продукты питания более 55% дохода. Это одна из распространенных гипотез, в соответствии с которой можно отделить бедного человека от небедного. Так вот, если бы правительство обращалось к такой методологии, то бедных людей оказалось бы значительно больше, и бюджета не хватило бы для того, чтобы поддерживать их условия кризиса. Какое количество граждан тратят на еду больше 55% своего дохода? Точных данных я не нашел, однако по ряду отдельных опросов можно определить, что как минимум у 16% наших соотечественников на питание уходит почти весь заработок. То есть как минимум 16%, а не 10%, составляет вот эта самая крайняя бедность, которая должна определяться все-таки по более прогрессивным статистическим оценкам в 2023 году не только одними продуктами питания, жив человек, образование, культура, услуги ЖКХ, транспорт, и прочие другие бытовые услуги должны быть непременно в этом аспекте учтены. Нельзя оценивать уровень бедности только по минимальной продуктовой корзине, достаточной для выживания человека. Ну и также данные опросов показывают, что около 60% граждан отдают за продукты питания около половины своего ежемесячного дохода. Как понимать эти около половины? Ну можно представить, что где-нибудь от 45% и более. Таким образом можно сказать, что к тем 16% россиян, которые отдают на еду почти весь свой доход, можно смело накинуть еще процентов 15-20 тех, кто тратит больше 55% своего ежемесячного дохода на покупку продуктов питания. Таким образом можно сказать, что реальный уровень бедности, подсчитанный, на мой взгляд, по более адекватной методике, заставил бы правительство нести куда большие расходы для достижения указанной ими цифры в 6,5% бедного населения страны к 30-му году. Ну и, конечно, важнейшей статьей расходов государственного бюджета стал военно-промышленный комплекс. Росстат показал интересную статистику за лето прошлого года, еще с лета прошлого года. Показатель производства готовых металлических изделий, куда кроме ложек и кастрюль, конечно, входит военно-промышленный комплекс производства снарядов и патронов, так он вот вырос на 30% в сравнении с 2021 годом летом 2022. Ну а глава Ростеха Чемизов в феврале этого года заявил, что компания значительно увеличила производство некоторых видов боеприпасов, нарастила выпуск гиперзвуковых и, кстати говоря, очень дорогих в производстве ракет «Кинжал». Все это, конечно, непосильным бременем ложится на государственный бюджет, хотя прямо никто нам не говорит о том, с чем связаны такие огромные расходы первых двух месяцев 2023 года. Говорили, что это некоторые авансовые платежи, это крупные проекты, в которые государство вкладывается на их старте, но никто не говорит, что это за проект, и не трудно догадаться, что это проекты, связанные с производством оружия. Ну и, казалось бы, вроде бы и неплохо. Государство тратит деньги на военно-промышленный комплекс, там же работают люди, они несут эти деньги в магазины, ну и таким образом запускается некоторый экономический рост. Этот эффект в макроэкономике известен как эффект мультипликатора, и, казалось бы, это прогрессивная мера, которую можно было бы только поддержать. Однако эта мера эффективна тогда, когда экономика существует в условиях низкой занятости ресурсов, в первую очередь в условиях высокой безработицы. Вот когда нужно государству достичь высокого уровня занятости факторов производства, тогда нужно стимулировать их привлечение в экономику за счет государственного спроса, за счет расширения госзаказа, в том числе в военно-промышленном комплексе. Но в России довольно низкая безработица. Наоборот, в целом ряде предприятий и отраслей наблюдается дефицит рабочей силы из-за отъезда массового граждан, из-за мобилизации на СВО, из-за высокой сверхности после ковида. Ну и в целом целый ряд новых профессий перетянул на себя рабочую силу, в частности сервисы доставки. И в промышленности, и в сельском хозяйстве наблюдается нехватка кадров. И таким образом можно сказать, что такая мера в условиях довольно низкой безработицы является малоэффективной, поскольку расходы, которые государство несет на производство снарядов и танков, это расходы непроизводительные. Государство потратило деньги на покупку металла, заплатило рабочим на производство снаряда, снаряд полетел по ту сторону фронта, и на этом расходы государства не превратились в какие-то производственные мощности, в элементы инфраструктуры, они не способствовали экономическому росту в стране, не способствовали повышению производительности труда, не способствовали повышению качества жизни, и таким образом мультипликативный эффект становится крайне ограниченным. И система, по сути, работает только тогда, когда из государственного бюджета в военно-промышленный комплекс направляются деньги. Есть государственные расходы на ВПК, в экономику приходят деньги, в экономике есть спрос, экономика работает. Бюджет перестает тратить деньги, в экономике падает спрос, экономика начинает проседать, и при этом не становится эффективным. Таким образом, рост расходов государственного бюджета не приводит к экономическому росту. ВВП в 2023 году сократится на 1,1% по оценкам Центрального банка при инфляции в 6%. Но это неудивительно, поскольку параллельно с этим продолжает деградировать производство. На 1,2% пункта выросло количество убыточных предприятий в России до 26%. То есть каждое четвертое российское предприятие сейчас убыточное. Количество прибыльных предприятий увеличилось лишь в трех отраслях. В строительстве, в гостиничном секторе и в частичном обрабатывающем производстве, видим благодаря металлургии. А упало в ЖКХ, в транспорте, в добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, в научной деятельности. Соразмерно растет объем долгов по налогам. Этот показатель вырос на целую четверть за прошлый год до 2,5 триллионов рублей. По НДС на 40%, по прибыли на 46% выросло количество задолженностей по налогам, а по налогу на добычу полезных ископаемых аж более чем в три раза. Ну и откуда взяться этим налогом, если ВВП и в 23-м году упадет? Ну и в 22-м году он упал на 2%, как сказал нам президент, но важно иметь в виду, что к этим 2% нужно приплюсовать еще те 3% роста, который должен был показать российский ВВП в 22-м году, восстанавливаясь после пандемии. Таким образом, экономика не только не выросла на 3%, но еще упала на 2%. И к 23-му году мы пришли с уровнем балового внутреннего продукта на 5% меньшим, чем мог бы, если бы события 22-го года развивались по иному сценарию. Таким образом, в условиях дефицита Минфин судорожно ищет деньги, ищет средства и превходит к весьма специфическим ранее неведанным ему методам финансирования бюджета. Ну в прошлом году большую часть прибыли экстренно отняли у Газпрома. Потом придумали надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых. Далее, по сути, налоговая отказалась от мониторинга реальных цен поставки российских товаров зарубежно. То есть сегодня нефтяной рынок является, по сути, такой серой зоной, и в нем действует так называемая нормативная цена нефти. Ну что это значит? Правительству не так важно, по какой цене был продан реально товар за рубеж, с какими дисконтами, на каких условиях. Есть некоторые расчеты, нормативная цена, и вот с нее государство и пытается взимать налоги нефтяных компаний. И мы видим, что судя по росту задолженности по налогу на добычу полезных ископаемых, этот метод приводит к сложностям финансовых и таких бюджетно-налоговых отношений между экспортными корпорациями и российским бюджетом. Кроме того, недавно правительство придумало выпросить у крупнейших олигархов некоторую сумму поддержки в бюджет. Речь шла о 250 миллиардах рублей, хотя изначально договорились о одном триллионе, хотели получить триллион, а сорговались на 250 миллиардов. При этом важно понимать, что при расчете этой величины, этой выплаты, которая равномерно будет распределена между всеми крупнейшими олигархами, была указана такая оговорка «прибыль за минусом инвестиций». Таким образом, из финансовых показателей 2022 года нужно будет вычесть расходы на адаптацию российских корпораций к новой реальности, к импортозамещению, и вот только от нее рассчитывать ту сумму, которую олигархи заплатят в российский бюджет этим разовым платежом. Возможно, после этого пересмотра и от этих 250 миллиардов рублей останутся крохи, хотя эта сумма является совершенно незначительной в масштабе дефицита отечественной казны. Вроде бы казну можно было бы пополнить за счет ФНБ, Фонда национального благосостояния, то есть самой кубышки на черный день, которую так тщательно копило российское государство. В нем 6,5 триллионов рублей ликвидных доходов, ликвидных средств. Это больше, чем нынешний дефицит, в общем, по сути, в два раза. Сейчас эти запасы представлены в виде небольшой суммы в евро, а в основном это теперь китайский юань, золото и рублей там немножко есть тоже. Но проблема в том, что потратить эти деньги не так-то уж легко. Если государство придет к полному истощению Фонда национального благосостояния, это будет признаком того, что, по сути, у него не осталось никаких резервов, и доверие к государственной финансовой системе и к ее долговым бумагам резко упадет. И это уже сейчас начинает себя проявлять, эти опасения рынка по поводу будущих проблем государственного бюджета. Выражается это в том, что облигации федерального займа, которые выпускает российское государство на рынке, по своему купону оказываются более прибыльными, чем облигации крупных российских корпораций. Ну, например, по десятилетним ОФЗ КОНЕЦ